ЗВЕЗДНЫЙ ЗАВТРАК Жаришка Присоединяйтесь к нашему прямому эфиру У нас на официальном сайте В наших соцсетях Можно посмотреть, что сейчас происходит в студии Я советую присоединиться Потому что гости у нас сегодня по-особенному Красивые 8-909-955-103-0 Ваши вопросы, Алена Ланской, мы ждем А начнем с музыкальной справки Музыкальная справка Алена Ланская Певица, заслуженная артистка Республики Беларусь Алена очень активная музыкальная девушка Является многократной победительницей Различных музыкальных конкурсов И фестивалей, как в Беларуси, так и за ее пределами Сегодня артистка приехала к нам Чтобы рассказать, что интересного Происходит в ее творческой жизни Ну и, конечно же, раскрыть тайну Алена, мы узнаем Какое же оно Наше счастье одно на двоих Встречайте в «Звездном завтраке» на радио Шансон Алена Ланская «Звездный завтрак» Можно, это уже можно Теперь можно говорить Теперь уже можно Что-то напряглась на слово «тайна» У тебя много тайн? У меня много Конечно, как у каждой девушки, много тайн Да еще такая роскошная девушка Ну, на самом деле А вдруг сейчас? Неспроста пригласили Не, мы многое тебя знаем Постепенно будем обсуждать Впереди у тебя клип на песню «Наше счастье одно на двоих» 10 числа в эту пятницу уже будет Стартуем мы 10 декабря И для меня это большое событие Я к этому шла около трех лет Я очень хотела, чтобы продюсерский центр Гуцерива со мной посотрудничал И, наконец-таки, это случилось А до этого ты была без продюсеров, правильно? Я работала В продюсерском центре В городе Минске Продолжительное время я работаю самостоятельно И как раз-таки сейчас Мне очень хотелось, чтобы Мне очень нравятся стихи Михаила Сафарбековича И я очень хотела, чтобы У меня в репертуаре появилась хорошая песня Но там и музыка красивая И музыка красивая И сейчас еще и клип замечательный будет Знаете, это своего рода Это новый творческий тандем Нечто такое новое, интересное Это опыт профессиональный Потому что я получаю огромное удовольствие от процесса И несмотря на то, что он зачастую бывает очень сложным Мы можем быть даже не понимать друг друга, спорить Но в итоге, когда получается хорошая работа Понимаю, что все не зря В споре рождается не только истина, но и песня отличная Как наше счастье Одно двоих Кстати, тизер на клип уже выложен у тебя в Инстаграм Сегодня ночью уже вышел тизер И приглашаю всех Слушателей в свои социальные сети Приоткрыть завесу тайны Немножечко посмотреть Это небольшая затравочка на самом деле Там очень развернутая история будет Подожди, мы увидели только развернутые слова Из текста этой песни И красивую девушку Ну это пока, это пока Ну давай, приоткрою завесу тайны Что будет в клип? Режиссером видео является Александр Игудин Очень известный московский И видео... Видеогуру Гуру, да Локации какие? Где снимали? Снимали два дня Снимали в Москве, в студии Более того, у меня очаровательный кавалер там А кто бы мог сомневаться? Ну счастье-то на двоих Ведущих танцоров известного проекта Тарзан, что ли? Нет Не тот проект Это не то счастье Я не претендую на Тарзан Тем более, я люблю помоложе А, понятно, вот оно что Хотя уверена, что старый конь борозды не портит Это точно Так, помимо известного танцора Там еще будут сниматься актеры популярные? Я буду сниматься Этого и достаточно Это достаточно История любовь и все с ней связано История любви Я думаю, что история о том состоянии девушек Которое есть у каждой из нас Это когда мы проживаем определенный уровень предательств И потом как-то закрываем свое сердце Ты тоже это переживала? И, конечно, я это тоже переживала Мне кажется, все это переживают Просто не все про это говорят Но мы не то, что закрываем сердце Нам потом кажется, что все Дальше жизни нет Мы внутри просто холодеем немножко И как раз таки история о том Что появляется тот принц Ну градус-то твой внутренний Твоего отношения к мужчинам Он же повысился? Или ты, как снежная королева Такая же холодная? До сих пор Интересует Мирослава Свободной леты Я не холодная, но теперь опытная Мирослав, можно потрогать, но осторожно Алена Ланская у нас сегодня в гостях 8909-955-1030 Вайбер, WhatsApp, Telegram работает Сразу же после рекламы мы послушаем песню Которую Алена презентовала в свой день рождения Звездный завтрак Алена Ланская у нас сегодня в гостях Уже в эту пятницу, 10 декабря Мы ждем официального премьера клипа На песню «Наше счастье» Одно на двоих Вот сегодня об этой песне И о многом другом вообще говорим Ален, ну расскажи, ты в основном Все-таки в Белоруссии обитаешь, да? Россия, тут ты гостишь На данный момент, да Там моя родина И там моя публика И сейчас вот такой вот новый шаг Какой он белорусский шоу-бизнес, расскажи Добрый Молодец То есть вопрос отличается Лишь он от российского снимается Мы дружим, мы общаемся У нас нету таких, может быть, закулисных интриг, конфликтов Воин каких-то, как между артистами Знаете, когда, да, все так и натянуто улыбаются И все друг друга ненавидят У вас все искренне, Белоруссия У нас как-то все проще с этим Потому что нам нечего делить У нас как-то мы, наверное, понимаем, что надо с творческими людьми Точнее, нам надо объединяться Потому что мы сами по себе Нас очень сложно понять Мы штучный товар И многие могут обидеть Потому что мы очень чувствительные артисты А когда ты на своей волне с теми людьми, которые тебя понимают Это же такое счастье Когда ты приходишь в студию и говоришь А вот здесь вот та-та-та-та-та-та-та-та А вот здесь поправь А вот туда пиу-пиу И ты понимаешь, что тебя слышат А вот если кто-то другой посторонний тебя услышит То понятно подумать, что что-то с приветом То есть поэтому ты не хочешь перебираться на постоянное место жительства в Москву То есть ты хочешь остаться в Белоруссии Просто здесь выполнять свою работу Я об этом еще пока не думала Потому что посмотрим, как пойдет здесь И мне очень хочется, конечно Чтобы мое творчество развивалось на новом этапе Я этого не скрываю Я получаю огромное колоссальное удовольствие От того, что я делаю И мне очень хотелось бы, конечно же, еще очередной раз о себе напомнить Публике в России после конкурса Евровидения, кстати Вы про это не сказали А мы еще скажем У нас есть вопрос по поводу Евровидения Ну давайте поговорим все-таки о Евровидении В 2013 году, да? Я принимала, да, участие Успешно выступы в финале Второе место ты привезла Я заняла 16-е место 16-е место Да, это второй результат за всю историю участия белорусов на Евровидении А вот 12-й год Евровидения Что там за история с подтасованными голосами? Получается, могла в 12-м? А вот именно это вам надо и рассказать, да? Интриги, скандалы, расследования Интриги, расследования, все, как мы любим То есть, получается, ты на год раньше могла попасть на Евровидение И там заявить о себе на весь мир Я попытка уже на тот момент И на второй произошла какая-то странная ситуация Потому что сначала меня объявили, что я выиграла А потом выяснилось, что я не выиграла Но все равно на следующий год я подумала Так, значит, надо собрать волю в кулак, аккумулировать силы И все-таки я добьюсь своего Я поеду на конкурс Евровидения И это было самое яркое выступление белорусов Потому что у нас команда была европейская У нас были профессионалы У нас из 38 стран, принимающих участие Было всего 5 вечеринок Как раз-таки Беларусь была среди этих участников Но твой талант оценил президент Александр Григорьевич Лукашенко Вступился за тебя, когда вот этот конфликт с подтасованными голосами произошел Я считаю, что это такой мужской жест, наверное, больше Еще поедешь на Евровидение? Я бы хотела Да, я объясню, почему Это приключение Ведь жизнь наша, она на самом деле очень скучная А такие вот моменты, они дают возможность разнообразия И на тот момент я была молода, юна Вот, и все-таки Евровидение это и физически очень сложно И эмоционально, и финансово затратно А сейчас я уже повзрослела и более готова Ну опять же, ты говоришь, Евровидение, веселый проект Там то бородатый мужчина, женщина выйдет на сцену То в шкурах каких-то зверей там люди появятся Ну это же прикольно, каждый раз что-то новое Конечно, веселье А что еще принесет разнообразие в жизнь? Только это А можешь сказать на своем языке музыки много, шансон один На белорусском Ну да А, еще раз Музыки много, это наш слоган, шансон один А музыки шмат, шансон один Как классно звучит, Алена Ланская Смачный шмат Особенно шмат, да Алена Ланская у нас сегодня в гостях 8909-955-103-0 Звездный завтрак на Радио Шансон Четыре слова могло оказаться в трудовой Алене Ланской Контролер косил сберегательного банка Вот, собственно, именно эту специальность, я так понимаю, Алена, хотели, чтобы ты выбрала родители Ну, дело в том, что так получилось, что мои родители настаивали на том, чтобы я приобрела более серьезную профессию Потому что на тот момент То есть певицы на тот момент, они не расценивали, что это серьезно Я пою с пяти лет, и мой папа, он музыкант, он прекрасно знал, что дочь я туда не отдам Но ты втайне подала документы в музыкальную школу Я в музыкальную школу втайне все верно подала А почему? Папа музыкант, ты это скрывала, как так получилось? Потому что время было сложное, и нужна была серьезная профессия И, соответственно, рационально было принято на семейном совете решение, что Алена надо что-то посерьезнее Банкир или финансист? В экономический колледж, контролер косил сберегательного банка, оператор РВМ Закончила Белорусско-Российский университет, финансовый кредит, налогообложение Ну, а в прошлом году и закончила Институт культуры, режиссуру праздников и зрелищ Справедливость восторжествовала все-таки Так что теперь я самостоятельно делаю свои шоу И в том числе сижу на монтаже на клипах Мне это так нравится Все сама И особенно, да, я сама себя продюсировала последнее время И могу вам сказать, что это огромнейший опыт и колоссальный труд Ну, слушай, про детство мы заговорили, ты же была королевой дискотек Ты же зажигала просто там с группами, выступала на школьных вечеринках И на школьных вечеринках, я работаю с 14 лет самостоятельно И потом, ну, я сама с городом Могилёва, и постепенно-постепенно стала развиваться И потом уже, когда были мероприятия, там, День города, Могилёва Поступило предложение из продюсерского центра «Спамаш», который у нас есть в Минске Приехать, пройти кастинг Он как раз тогда начинал старт, создавался Я приехала Мне было 18 лет Где-то 18-19 уже к этому времени И меня взяли, но сказали Алена, надо похудеть Да ладно Какой вес у тебя был на тот момент? Ты была другой Аленой Ланской? Ну, конечно, я была другой Мы же белорусы любим драники Как же без этого? Соленый огурчик, драники на ночь Это самое вкусное, жареная картошечка с луком Все облизнулись прям Друзья, надеюсь, вы позавтракали уже Я стала этот длительный процесс То есть ты пампушкой была, да? На 10 килограммов я похудела И с этого начался мой здоровый образ жизни Я очень много изучила в диетологии Я занимаюсь 15 лет спортом Ты сейчас вегетарианка? Вегетарианка я сейчас Это такой эксперимент над собой Который мне пока нравится А сколько лет уже? Три года Три года А как это без мяса, расскажем? Прекрасно На картошке продолжай Нет, картошку я тоже не ем Потому что это все-таки очень Калорийный, понятно Углевод, там крахмал Ну а расскажи, чем ты Витаминов там нету практически Чем ты белок заменяешь, который в мясе не получаешь? Я ем сыр Да хорошо Я ем, могу творог есть Но редко в основном это у меня происходит Потому что тоже Опять же, это низкокалорийное должно быть, да? А бобовые, пожалуйста Более того, сейчас очень много всяких технологичных гаджетов, которые высчитывают, сколько тебе белка нужно съесть в день И все намного проще контролировать А как же котики в твоем доме, которые просит хозяйка? Котики это основная статья затрат Дай мясо, а хозяйка все творожочек, понимаешь, да? Котики мои, да Сколько котов у тебя, расскажи У меня мама, я вообще очень люблю кошатник Жуткая кошатница, в общем-то, да? Как-то грубо, на самом деле, кошатники вот называются Но я очень люблю кошачьи, представительство кошачьих Хозяйка кошек Я всегда люблю, меня впечатляли всегда рыси И мне всегда хотелось, я в детстве мечтала, что у меня будет какой-нибудь дома виверовый кот жить Хотя я понимаю, что это дикая природа И поэтому у меня живет две кошки Я их называю тапки Скоттиш-фол, скоттиш-страйт Это самые уютные Кошки-тапки, это тоже так спорно, на самом деле Но все нормально Самые уютные мамы и дочь Все, мое-мое просто Потому что я искала свою кошку конкретно Три года Мне нужно было понять, созвучна ли я с ней Я ездила на выставки, я брала на руки Я понимала, что нет, нет, не мое И вот свою Евлампию как раз-таки Я нашла в другом городе, да Такое прекрасное имя Ну, прекрасное притягивает прекрасное Кошки, лань, рыси Ты же сама как просто лань, понимаешь? Свободная, свободная Лань-Ланская, понимаешь? Свободная лань Свободная кошка А вот Булящая сама по себе Подробнее о свободной кошке Алене Ланской поговорим Сразу же после песни «Женщина» Мы видим ваши вопросы 909-955-103-0 Скоро к ним перейдем Красивая, талантливая И, как выяснилось, свободная женщина Алена Ланская у нас сегодня в гостях Ален, ну, понятное дело, что каждый второй вопрос От слушателей занято ли твое сердце Рассказывай Ну, вот я прямо сейчас взяла и все и рассказала Ну, конечно, так обычно и происходит Не, ну, королева дискотек Понятно, что каждый уважающий себя мальчик В детстве хотел с тобой дружить У тебя, наверное, отбоя не было От мужского внимания Нет, ну, у меня, конечно, и сейчас достаточно внимания Ну, и сейчас она тоже не пропала Понятное дело Оно есть Но колечко на пальчике мы не видим А какой он образ твоего мужчины, Ален? Он кто? Рэд Батлер У меня очень высокая планка Я считаю, что лучше быть одной, чем где-нибудь, с кем попало Ты понимаешь, что ты сделала со слушателями шансона Они сейчас все гуглят, как выглядит Зато хоть унесенные ветры Не прочитают, так посмотрят Слушай, ну, там такой мужчина солидный Материально, а явно обеспеченный Для тебя это тоже важно? Но он мудрый Он мудрый и он, кстати, хулиган Вы обратили внимание? Недавно буквально пересматривала два раза Обрыдалась все, как обычно То есть если он будет ходить без маски в метро Он точно не ел А еще он был бабником Вот это меня пугает А если красивый, умный, но бедный? Бедный, ну... Бедный, как это? Мирослав, ты посмотри, как растерялась Алена Нет, я не растерялась Дело все в том, что я уже в том возрасте, как говорится Мне уже не 16 Хочется расслабиться и положиться на плечо сильного мужчины Ну, мне хочется, по крайней мере, брать ответственность за это, за все Потому что тебе хватает ответственности за свою жизнь За жизнь твоих родных и близких За команду, которая с тобой работает У меня, более того, под опекой есть детки За которыми я смотрю У меня четверо крестников И плюс два ребенка, которых я курирую Поэтому есть животные, которым я помогаю И как-то хватает, знаете, вот уже какой-то ком обязанностей в твоей жизни Он уже присутствует Наоборот, хочется, чтобы пришел человек И не заставлял тебя думать ни о материальном Не помогал решать какие-то твои вопросы И хорошо к тебе относился Это, мне кажется, ответственность А как относишься к тому, что у нас дефицит мужчин? Я с этим столкнулась самостоятельно И понимаю, что чем дальше, тем сложнее Потому что большинство людей уже в моем возрасте Если рассчитывают, что мужчина будет старше Или хотя бы твой одногодка То у него, понятно, уже за плечами Груз ответственности семейной Неразрешенные конфликты с бывшей супругой, возможно А где же их свободность-то искать? А может, еще и с настоящей супругой Такое тоже, дети Не знаю, я надеюсь на чудо Все-таки уверена, что вселенная меня услышит А вот если бы нашелся этот мужчина Который сказал бы Ален, ну вот давай, семьей заниматься Вот дом, вот детки Вот мое к тебе все расположение Только пожалуй Карты кредитные Только не надо петь Вот ты бы бросила карьеру ради семьи Это потребность моей души Я не смогу Это моя реализация Колыбельный ребенку Это мне необходимо Колыбельный мужу Это для внутреннего комфорта Потому что ни один мужчина не может заменить Проявление твоего таланта И нужно это понимать Что каждому человеку нужно давать собственное пространство Я предпочитаю все-таки Выстраивать для себя Гармоничные отношения Где и семья будет, и дом Если захочешь успевать и творчество развивать То и на это хватит время Мы живем в таком мире Где мы привыкли потреблять эмоции И ограничивать сейчас это вообще нереально Не кайф У тебя хватает времени на путешествия? Да, хватает Ты много путешествовала? Я очень люблю путешествовать Я много где была И мне есть как раз таки с чем сравнивать И поэтому я очень люблю свой Беларусь И я жила одно время в Лондоне И была под великим впечатлением о том Что мы сами не ценим свои самые лучшие качества Потому что там сельскохозяйственные продукты Они по очень высоким ценам А у нас это спокойно лежит на полях И мы как-то спокойно к этому относимся Но уже не спокойно Ты знаешь, вот ценники-то в магазинах Приподнялись ого-го И на картошку, и на свеклу Но не надо сравнивать с тем, что есть там Потому что это действительно какой-то Самый высокий уровень экономики Экономического развития Это правда, что ты из других стран Привозишь национальную музыку? Да, я привожу национальную музыку Я была на Кубе привезла Была на Доминикане На Маврики Сега Ты ее как-то интегрируешь в свои песни? Мне нравится слушать, постоянно развиваться Что-то интересное для себя находить Мне важно в ней уникнуть в процесс Найти истину И опять-таки, даже если это какой-то Интересный, популярный артист То я изучаю его И потом интуитивно То есть понимаю, чем он зацепил публику И что-то понравилось в нем Потому что у каждого есть своя изюминка Ну, смотри, ты в жанре популярной музыки Развиваешься А вот ты себя видишь, например В этническом направлении каком-то Я в Беларуси больше известна Как белорусскоязычная исполнительница И у меня очень много песен О месте, где я родилась О родине Я свое детство провела в деревне И это незабываемое время Это когда ты чувствуешь действительно Истинную свободу Когда ты босиком бежишь По земле, по траве Ароматы цветов Когда праздник Ивана Купали Ты с подружкой идешь В поля, собираешь логовые цветы Плетешь венок Я прямо тебе представила В сарафане белорусском Красивом, вот этом роскошном Все верно И это именно так и есть И своего рода такая белорусская куполинка Но параллельно У меня еще много возможностей Проявлять свой талант И как раз таки Конкурс Евровидения показал Что я работаю в разных жанрах А можешь фрагмент Вот самый-самый популярный Своей белорусской песни исполнить? Народная белорусская песня Земли батьковской гэтэй Я черпаю в итоги Святой водой крыничной Что силы надое Ближай быть немогчыма Бо тут моя родима Я нажить все дала мне Кап жить деляя ей Алена Ланская Сегодня с нами кайф Звездный завтрак На радио Шансон Самая молодая Заслуженная артистка Беларуси У нас сегодня в гостях Алена Ланская Поступают ваши вопросы Кстати, присоединяйтесь 8-909-955-103-0 Алена, Ирина интересуется Как ты заработала свои первые деньги? Я заработала их творчеством Я пела на детской дискотеке Мне было 14 лет Я помню, исполняла песню Под задавку Помните, еще фонограмм не было Мы давили все фонограммы Ну, плюс Давился Упс, I did it again Бритни спрошедшим Бритни спирс И тогда Вот это были первые мои деньги Я поехала на следующий день Купила себе какую-то одежду Потому что Я из обычной среднестатистической семьи У меня мама была инвалид второй группы И работал в основном один отец Но в моей семье всегда была любовь И рациональное использование Использование денежных средств Поэтому с мамой было согласовано Мы поехали купили джинсы А тогда же это только было начало Вот для молодой девушки Подростка Джинсы это нечто невероятное А джинсы, куртку, что-то такое Валентина задает вопрос Алена, было ли такое, что люди Твои хорошие знакомые Начинали завидовать твоей славе И исчезали потом из твоей жизни Это стандартная ситуация Для публичных людей Когда мы начинаем Потом кто-то растет Кто-то быстрее растет Назовем это так А кто-то медленнее И жизнь разводит Может быть это и к лучшему Потому что мы же не знаем Что человек говорит за нашей спиной Как говорится Если в вашей жизни исчез Кто-то исчез То поблагодарите Бога Потому что он слышал Что он о вас говорил Этот человек Как-то так Ты в женскую дружбу веришь? Я верю в женскую дружбу Но на расстоянии Потому что мои подруги В основном Я не влажу ни в коем случае В семейную жизнь никогда Но жанр такой посплетничать Нам присутствует Свойственным Не могу сказать Что у вас даже чатика нет Ватсап что ли Где вы там перемываете косточки Серьезно? Нет у нас такого нет Все заняты У меня все бизнесвумен подруги У нас Мы умеем ценить время друг друга И когда встречаемся То встречаемся уже так основательно Где-нибудь в каком-нибудь красивом месте Посидеть, пообщаться Потусоваться Потанцевать Вот И на следующий день Вперед работать Какой самый нелепый слух Я себе слышала Или читала В интернете Потому что вокруг тебя Постоянно какие-то На славянском базаре Была скандальная история С Евровидением С Евровидением Опять же Постоянно что-то происходит Один из слухов Который Меня тогда Немножко взбудоражил Как сайт Славянского базара Когда я была Участницей В фестивале Тогда Куратором Моего творчества Был Валера Дайнека Сказали Что у меня Роман уже с Валерой И Валера Мне сам это Рассказал С утра смеялись На что я им сказала Валера Больше мне это не рассказывай Такое Из таких самых Нестандартных вариантов Я недавно прихожу К своему косметологу И она Так получилось Что она присутствовала В одной компании И Там одна женщина Сказала Ну вот Уландской Ой Надо как-то красиво Это сказать Уландская Пятая точка Силиконом Накачена На что она сказала Девочки Ну угомонитесь уже Подойдите Потрогайте Просто в тренажерный зал И занимается А много кстати спорта В твоей жизни Много Два-три раза в неделю По два часа Это час кардио И час силовых тренировок Это обязательно Потому что Эндорфины Как раз таки В конце вырабатываются А слушай А вот У тебя секреты спортивные Есть как фигуру сохранить Сделать ее более совершенной Эластичность Я веду колораж Упругость кожи Здоровье волос Веду колораж Пропиваю курсы Определенных витаминов Плюс хондропротекторы Вегетарианство Вегетарианство В том числе Диетология Особенности диетологии Какие продукты Перевариваются В какой части дня Потому что Мы-то привыкли Творожок с утра кушать А его нужно есть После шести Желательно А в обед Что надо Расскажи Ты все знаешь Вот сейчас будем обедать Что Можно супчик покушать Как кому То есть обед Это основной ваш прием пищи А вот скажи Первое, второе, третье обед Или все-таки Разграничивать Нет, ни в коем случае Нельзя этого делать Иначе вы обзаведетесь Кастритом Понял, Мирослав? О, как Разделять нужно продукты А это целый поднос Еды в столовой набирают Главное Воду пить Натощак Минимум полтора литра воды Утром проснулись Пол-литра В обед перед едой Пол-литра Вот это я делаю И вечером еще обязательно Пол-литра Но натощак Чтобы водичка поступила В клетки организма А не стала Межклеточной жидкостью И обязательно Вот к чему я Допустим сейчас Из того, что я узнала Это Мы все время ели гречку С сосисками С котлетами А гречку нужно кушать С витамином С С овощами Она легче переваривается И железо лучше усваивается Поэтому Да, друзья Диетология И вообще Правильное питание Это уникальная вещь Если этим заниматься То довольно-таки Рассказываешь вкусно А сама вкусно готовишь? Да, готовлю вкусно И несмотря на то, что Красивая Готовить вкусно Мечта мужчины И несмотря на то, что я вегетарианка Ко мне приходят гости Я готовлю отдельное меню Еще больше секретов В инстаграм Потому что нам надо прощаться К сожалению Алена, спасибо огромное Что нашла сегодня для нас время И пришла в гости Спасибо за приглашение Уже в эту пятницу Напоминаем 10 декабря Премьера клипа Наше счастье Одно на двоих На всех цифровых площадках Будем следить Смотреть И за тобой в инстаграме Тоже будем наблюдать Спасибо Пока Звездный завтрак Субтитры сделал DimaTorzok